Садоводство Чайко, типичный дом правления. Два этажа, доска объявлений, а теперь еще и новый статус. Ведь это то здание, где 8 сентября дачники смогут отдать свои голоса, буквально не отходя от огорода. Но пока избирательный процесс здесь под замком от лишних наблюдателей. Я могу попробовать дверь, но в принципе мне кажется, что замок достаточно показательный, что все закрыто. Рядом с агитационным листком, иллюстрирующим безальтернативность выбора для местных садоводов, указан телефон самого избирательного участка. Пытаемся дозвониться. Аппарат, надеваемого абонента, выключен и находится вне дома действия. Но открепиться можно и в другой комиссии, благо их в округе около 10. Из-под поселка Первомайского перемещаемся в сторону Рощина. Мы сейчас в Выборгском районе Ленинградской области в садоводстве Антракта. И согласно картам, предложенным горизбиркомом, именно здесь по адресу улицы Главная, дом 1 располагается избирательная комиссия. Адреса юридически и фактически, как мы видим, действительно совпадают. Есть даже телефон председателя. Ну а для тех дачников, кто еще не овладел навыком поиска нужного адреса через смартфон, по словам местных жителей, здесь была организована даже специальная информационная кампания. Пришли люди, постучались, спросили, где вы будете. Я говорю, восьмого здесь будет. Дали открепительный талон. Все чинчинарем. Удобно, конечно. Потому что вдруг хорошая погода, я буду лучше здесь, чем дома, в городе. Лобное место каждого садоводства – магазин рядом с домом правления. Это обстоятельство в тандеме с информирующими обходами обеспечило высокую явку за открепительными талонами. Я жду более 300 людей. Открепилось порядка 200 человек. Всего садоводов у нас, таких действующих участков, у нас 650. Всеобщая мобилизация за две недели до выборов губернатора затронула два соседних с Петербургом региона. Изначально в Ленинградской области открыли 72 экстерриториальных участка, еще 20 задумали вокруг Пскова. Затем, после продолжительных дискуссий, столичный цикв все-таки вынудил избирком северной столицы отказаться от загородных комиссий, но только от 10. И это не помешало специалистам из Петербурга огласить внушительное число – 10 тысяч заявлений по всем районам. И это только пока. В прозрачности система мобильного избирателя, как и в ее успехе, там тоже не сомневаются. Все избиратели в качестве обязательного поля заполняют свой и оставляют мобильный телефон, с помощью которого тоже будет организован контроль. Если открепление идет через портал госуслуг, то непосредственно приходит оповещение туда, либо смс-оповещение. Поэтому здесь возможность каких-то инсинуаций по этому поводу абсолютно практически исключается. Листовки с пошаговой инструкцией и адресами комиссии уже можно найти в каждом садоводстве региона. Улучшить свою политическую осведомленность можно и в электронном формате. Цифровизацию дачники в целом одобрили. Правда, за одним исключением. Дело в том, что на этих участках по решению Санкт-Петербургской избирательной комиссии не будет примяться видеонаблюдение. Уже первый у нас вопрос, почему. Нам говорят, что на видеонаблюдение денег не хватает, но на открытие избирательных участков деньги есть. Тем временем новость о нашем визите в Чайку дошла до председателя садоводства. И он решил лично приоткрыть завесу тайны над местной избирательной системой. После тщательной ревизии вопросы у проверяющих остались разве что к планировке помещения, где должны будут уместиться и сотрудники комиссии вместе с наблюдателями, и комната для тайного голосования, и, наконец, сами избиратели, которых и здесь ожидается немало. Где-то 130 желающих взяли открепительный талон из 300 участков. Выборгский район вообще оказался богат на активных избирателей. Но что делать, если заветная урна будет в десятках километров от родных шестисоток? Во Вселожском районе, к примеру, откроют сразу 14 комиссий. Зато в Кингисеппе только одну, а Волосовский район останется вообще без мобильных избирателей из Петербурга. Члены горосбиркома решили комиссии там не открывать. Получается, некоторым садоводам действительно проще вернуться в Петербург и реализовать свое право на выбор именно там. Тем более, 8 сентября это воскресенье. А этот день, кроме голосования, примечательен еще и тем, что к вечеру, как правило, дачники со всех районов области все равно встречаются в городе.